Это иной способ удалить майнер, который много чего запрещает, не дает установить антивирусы, да еще и ПК сильно грузит. Открываешь программу и ждешь. Обычно появляется несколько зеленых строчек. Как появится вопрос об очистке файла хост, соглашайся. Затем напишешь, что все успешно. Если программа поработает и закроется, лучше запустить ее еще раз. В будущем у программы возможно появится другой интерфейс, и там надо будет просто нажать кнопку сканирования. Если программа не запустилась, то внимательно посмотри на ошибку, но самое вероятное, нужно просто добавить ее в исключение антивируса. После этого обязательно почисти ПК сканером. В нем жмешь изменить параметры, там везде поставь метки, дабы сделать полное сканирование и начинай проверку, она длится весьма долго. Все нужные ссылки будут в описании. Бывает так, что ты уже чем-то посканил и после этого пропал инет, и возможно звук. Если это твой случай, то зайди в msconfig в службу и проверь, все ли метки там стоят. Если многих нет, то вернись на вкладке общие и отметь там обычный запуск. Затем жмешь ок, и появится уведомление о перезагрузке, соглашаешься и после включения все должно работать. Пока что программа запускается без проблем, но если вдруг они будут, то переименуй ее в случайное имя, закинь в папку, которая тоже случайное имя, и лучше делать это в безопасном режиме, должно запуститься. Если что-то поменяется, например майнер обновится, и будут еще какие-то тонкости, то внимательно читай описание, там будет вся нужная информация. Если в автозагрузке осталось что-то сомнительное, то почисти через AVBR, это та программа из прошлого видео. Чтобы больше не ловить вирусы, поставь блокировщик рекламы, он скроет фальшивые кнопки скачивания, ну и естественно поставь полноценный антивирус. Встроенный не всегда может защитить, пока что майнер его легко обходит, даже на Windows 11. И помни, если открываешь диспетчер задачи, он на секунду показывает высокую нагрузку, затем проценты быстро падают, то все хорошо, майнер обычно жестко грузит. Продолжение следует...